По трубе матери Бог образует физическое тело человека, создав определенные законы, по которым зарождается и развивается зародыш человека. Затем Бог вдыхает дыхание жизни, то есть нишама. Нишама несет в себе божественную силу жизни, благодаря которой человек начинает жить и функционировать. Когда Бог вдыхает нишаму в физическое тело человека, то также образуется такая составляющая, как руах, то есть дух человеческий, который имеет тесные связи с нишамой. Помимо руаха, то есть духа человеческого, образуется также и нефеш, душа. Человек становится душою живою. Нефеш несет в себе личностные качества человека и по сути своей является личностью человека. С физической смертью человека дыхание жизни, то есть нишама, возвращается назад к Богу. Физическое тело человека, афар, распадается на физические и химические элементы, то есть обращается в прах, из которого оно и было создано. Нефеш, то есть душа человека, другими словами, его личность идет в Шиол, царство мертвых, где находится до дня воскресения. Следует отметить такой интересный момент, что в Шиоле находятся души умерших, но не говорится в священном писании евреев о том, что они испытывают какие-то мучения или наказания, ожидая суд Божий. Когда наступит определенный период времени, который называется днем воскресения, в этот период времени Бог воскресит всех мертвых. В день воскресения физическое тело человека будет восстановлено из праха. Те элементы, на которые физическое тело человека распалось и которые оказались в почве или в растениях или других местах, будут собраны воедино и таким образом восстановится тело человека. И Бог вдохнет человека дыхание жизни, нешама, которое даст жизнь телу человека. И душа человека, нефеш, вернется из Шиола и соединится со своим телом. Таким образом человек воскреснет в своем теле и предстанет на суд Божий. Те люди, которые старались строить свою жизнь согласно заповедей Торы, творить дела праведные и говорить истину, таковы люди будут определены на жизнь вечную. А те люди, которые предались делать дела беззаконные и нечестивые, такие люди будут определены на вечный позор и вечное наказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова